Приветствуем вас на канале Наш Таиланд. Я Игорь. Я Ольга. Мы живем в городе Паттайя, делаем видео о путешествиях по Таиланду, а также делимся опытом проживания. Находимся на Джамтьене, в самом начале Джамтьена, откуда началась реконструкция. Прогуляемся сегодня по Джамтьену, посмотрите, как идет реконструкция, ну и заодно посмотрите на море. Кто-то приезжает в июле, интересуется, как погода. Погода в этом июле, сегодня, по-моему, 21, да, но очень, не очень, так скажем. Постоянно ветер, постоянно волна, море, конечно, грязное, ну а какое оно будет там, все перемешалось. Плитку еще не укладывают, но трубу уже положили. То есть, дело идет, можно сказать, идет, но без плитки тут не прогуляешься. Народ, конечно, как-то пытается ходить. Видео, которое будет сегодня, давно хотел я сделать, но все что-то не получалось. То времени не было, то желания не было. О чем же будет это видео? Иногда, да можно сказать, не иногда, бывает, что, смотря какая тема видео, часто в комментариях попадается, что, ну вот, как же мы тут живем, как-то, ну, все-таки за границей. Пенсионеру лучше все-таки жить на месте, никуда не переезжать, никуда не уезжать. Да и, мол, люди тут совершенно другие. Давно хотел сделать, но что-то не получалось. А сейчас получилось так, что просто в рекомендованных вывалилось видео, и я прикинул, что... Когда-то мы давали интервью Максимовым, и от нечего делать, просто посмотрел комментарии, и там кто-то пишет, а вот неплохо бы взять у этих товарищей интервью вот сейчас. А давали мы его четыре года назад. Так вот, что же поменялось в наших понятиях? Правильно ли мы поступили? Почему пенсионеры уезжают? Попытаюсь ответить на эти вопросы, но я хочу сказать сразу, что всех пенсионеров российских не надо валить в одну кучу, как всегда. Мы пенсионеры северные, то есть мы прожили в северных районах и в районах, приравненных к северным районам. Поэтому у нас немножко положение другое. Я понимаю тех людей, которые живут в средней полосе России или на юге России. Человек работал там, работал он, там родился, всю жизнь прожил, отработал он, где он там работал, вышел на пенсию. Ну куда ему ехать? Он всю жизнь в этом месте. Кто-то пишет, что вот у нас лес, речка, я без этого не могу. Да, отдыхать, конечно, да, ну, чтобы куда-то, да еще надолго. Нет, просто нет сил. И я понимаю этих людей, почему нет. Конечно, нравится людям жить на своем месте. А вот теперь давайте поговорим о таких пенсионерах, как мы. И почему же все-таки пенсионеры с северов, так будем говорить, уезжают? И почему некоторые не уезжают? Отвечу сразу на вопрос, почему некоторые не уезжают. А потому что наступил срок выхода на пенсию, ну, по возрасту, человек продолжает дальше работать. И работает он, работает, и работает. И уже за 70 ему перевалило. И если честно говорить, а куда уже ехать? Уже все. Уже ни желания, никаких интересов. Все. Весь интерес уперся в работу. Поэтому и не переезжают. Но таких людей не так много. Если в Южно-Сахалинске их может быть процентов 40 таких, которые остаются все-таки в Южно-Сахалинске, то на Курилах таких гораздо меньше. От силы 10% если остается, то это, конечно, хорошо. В основном все мечтают уехать. Ну, надо сказать, почему уезжают пенсионеры из северных районов. Ну, первое, это климат, конечно. Все-таки условия погодные очень нехороши. Те же Курилы взять. Это метели. Это туманы. Ну, если два месяца в году будет солнце, то, конечно, это прекрасно. Опять же удаленность. Это не выехать, когда ты вот собираешься, за неделю надо готовиться, чтобы улететь или уехать на теплоходе. Поэтому это, конечно, напрягает. Но это только климат. А что говорить о ценах на еду, на продукты? Ведь уйдя на пенсию, ну, перестаешь, когда работаешь, пенсии северной не хватит, чтобы прожить на севере. Поэтому люди и начинают думать, а где же жить после того, как выйдешь на пенсию, перестанешь точнее работать. И начинаются поиски, конечно. И еще одна из немаловажных деталей – это медицина в северных районах. Если говорить о Курилах, а конкретнее о Южно-Курильске, то там женщины не рожают в районной больнице. Не рожают, их отправляют рожать в Южно-Сахалинск. Не по каким-то медицинским показателям, а просто отправляют в СИН. Что говорить о врачах, которые там есть? А точнее, которых нету. И такая проблема ведь не только в том же Южно-Курильске, но и в том же областном центре Южно-Сахалинске. Там ведь тоже не хватает узких специалистов, хотя это областной центр. Медицина, я скажу прямо, условно бесплатная. Если ты хочешь бесплатно, это будет долго. И очень или очень долго. Два варианта. Перед отъездом я посетил поликлинику, надо было. И чтобы не стоять в очередях, побыстрее, чтобы этот процесс, пришлось платить свои деньги. И довольно немаленькую сумму, чтобы попасть на прием к врачам. И сделать анализы быстро. Тоже надо, за все надо платить. А по поводу медицины в Таиланде, я хотел сказать. Мы говорили, когда давали интервью Максиму, что после 75 не страхуют. Нет, все уже, к счастью, изменилось страхуют. До 99 лет. Но желательно застраховаться до 60 лет. До 60 лет не надо будет проходить обследование. Обследование проходить придется за свои деньги. Хотя вот тут у меня интересный получается вопрос. Как мы знаем сейчас, на пенсию в России мужчин отправляют, так будем говорить, на северах в 60 лет, а в обыкновенных районах в 65. То есть, как сделать так, чтобы застраховаться? Так, ладно, я пока камеру выключу. Молотят, колотят, продолжу позже. Можно сказать, ремонт дошел до сойки, на которой находится миграционный офис. Ну, вон видно, собственно, все. Ладно, мы пройдемся дальше. Вон какое сегодня море. Волна, отлив. Ну, ничего, народ купается. Ветерок сегодня. Но сегодня хоть солнышко есть. А то все дни пасмурно. Ну, и продолжаю. По поводу медицины я сказал, что как же это так проделать так, что на пенсию уходят люди, мужчины в России в 65 лет. А в северных 60 районах. А застраховаться необходимо до 60. Ну, не знаю, скажу сразу. Может быть, заранее. Может быть, еще как-то. Может быть, пройти обследование. Это решать каждому. Ну, и куда же уезжают? Куда же уезжают? Потому что становится действительно остро эта проблема. Проблема эта становилась и перед нашими родителями, да и перед нами, в принципе, те, кто хочет уволиться по достижении выхода на пенсию и куда-то переехать, чтобы жить нормально, есть нормальные продукты по нормальным ценам. Ну, конечно, уезжают по России. Много людей переезжает по России. В основном это, например, дети с Южно-Сахалинска учились в Петербурге. Ну, и туда переезжают и родители. Потому что все-таки образование, ну, институтов, можно сказать, в Южно-Сахалинске-то не очень. Поэтому с Южно-Сахалинска в основном, или в Владивостоке учатся, в Хабаровске, ну, по России еще там перечислять. Поэтому едут в Петербург. Но если говорить о нас, ну, какой нам смысл ехать в Петербург? Там климат, наверное, такой же, как на Сахалине. То же самое 9 месяцев в году. Все тоже. Переезжают в среднюю полосу. Ну, это переезжают те, кто из средней полосы. Ну, какой нам смысл переезжать, например, в какой-нибудь Курск, или Липецк, или Воронеж? Мы привыкли жить на море. Чтобы было море. А там чего? Степь да степь кругом. Ну, понятно, что нам это не подходит, конечно. Но переезжать в Сибирь я тоже не вижу никакого смысла. Ну, и что еще у нас остается? Такие города, как Белгород, ну, кто-то сейчас скажет, что, ну вот, нашел, чего сказать. Я говорю о тех временах, до 18-го года, куда предпочитали уезжать те же курильчане. Да, один из городов был, Белгород говорили, очень хорошо там, тихо, спокойно, продукты, все, что хочешь, как говорится. И климат умеренный. Потому что кто-то не хочет переезжать в жаркий климат. И я их прекрасно понимаю. Каждого свое здоровье. Также еще город Калининград. Тоже говорили, что очень хорошо там, море есть. Ну, и так далее. Ну, нам как-то тоже город Калининград или Белгород не очень. Все-таки хотелось бы, чтобы было потеплее. Но остается русский юг. Российский, точнее. Обо всех городах думали. Обо всех. Начиная от Анапы, заканчивая Сочи. Прямо по побережью. И, честно говоря, я не вижу какой-то золотой середины. Если говорить о зиме, ну, зима будет всегда дождливая там. Чего уж там. Начиная с ноября. И до марта. А то еще и в марте. Если брать станицы, то же самое. Ну, что, там климат что-то другой. Да, уезжает много в Краснодар. Точнее, не в сам город под Краснодар. Там, где новостройки. Туда уезжает. Кто-то уезжает в Анапу. Ну, тот же курортный город. Все курортные города, вот как Патаян. Наплыв народа. Ну, и море тоже там. Не всегда очень. Опять, ну, там же не поселишься. Так скажем, на первой линии. Ну, это несерьезно просто. Ну, а про Сочи, ну, что говорить. Там такая дороговизна, что, наверное, цены такие же, как на Сахалине. Ну, и, конечно, сам Сочи центральный не рассматривали. Рассматривали Лазаревское и Адлеровский район. Ну, то же самое, примерно. Климат не поменяется, цены не поменяются. Да, конечно, по набережной ходить, что-то покупать там в магазинах смысла нет. Где-то там, конечно, в микрорайонах. Но опять жить в микрорайонах, это, как всегда, будет далековато от моря. Ну, то есть одно за другое цепляется. И просто вот как-то оно и ничего, и не высвечивается. Ну, конечно, многие, не многие, а из пенсионеров, некоторые, будем говорить, уезжают, конечно, и за границу. Первое, конечно, на первом месте была Турция. Очень дешевая страна. Была, я имею в виду, до 2018 года. Но Турция нам как-то сразу, не очень. И все равно, как ни крути, там есть зима. Зима есть, отопления нет. А если хочешь квартиру с отоплением, она будет дороже. Ну, понятно, что привлекало раньше туда людей. Было дешево. Купив квартиру, ты имеешь ОНЖ. Турция, ну, то есть все прекрасно. Сейчас все поменялось. Как мы видим сейчас, наоборот, у кого есть желание и деньги, те, наоборот, из Турции переезжают в Таиланд. Ну, оно и понятно, почему. В Таиланде когда погода не очень? Да вот она. С 1 июля у нас началась. Ветерок дует. Но все равно мы выходим, идем. Тепло. 32 уж точно есть. Такие страны, как Египет, мы просто не рассматривали. Жить где-то в какой-нибудь хургаде за колючей проволокой. Да, там и цены на кондо не очень дорогие. Ради интереса смотрел. Короче, ну, однозначно Египет нет. Там арабы эти. Короче, хуже китайцев. В чем уж там говорить. А сидеть за загородкой, как в резервации, смысла нет. Чем хорош Таиланд? Это большая страна. Ты сел на машину, прекрасные дороги, хорошие машины. Едешь себе, едешь куда хочешь. Кто-то задавал вопрос. А как же безопасность путешествий в Таиланде? Да вы знаете, прекрасно. Не знаю, какая тут... Ну, везде есть дураки, конечно. Никто не спорит. Но об этом как-то особо-то и не думаешь. Едешь, да едешь себе. Что на север, что на юг. Действительно, две с лишним тысячи километров с севера Таиланда до юга Таиланда проходиться. Посмотреть мест, сколько их все, не пересмотришь. Поэтому жить в маленькой стране, такой, например, как какая-нибудь Болгария, тоже на пятаке крутиться не очень весело. А Китае, ну что говорить, были мы два раза в Китае. Некоторые живут, те, кто рядом с Благовещенском. Ну, понятно, люди работают. Ну, нас как-то Китай не прелестил. Если что, здесь их много, можно посмотреть всегда на китайцев. Так сказать, ностальгии. Ну, вот, в принципе, прошло шесть лет. Правильно или неправильно? Что-то хотелось бы поменять? Да, я скажу прямо, нет. Все, в принципе, здесь устраивает. Все нормально. Да, здесь есть и не очень хорошая погода, вот, например, где-то до середины октября. И сейчас мы уже понимаем, что если ехать в отпуск, например, то, конечно, желательно эти месяцы не выбирать. Начиная с июня и до середины октября. Зато потом стоит прекраснейшая погода. Хотя, если говорить о погоде сейчас, а чем она так плоха? Вон сидит народ, отдыхает, в море смотрят. Ну, отлив, по отливу хорошо прогуляться. Главное, тепло. Что особо нравится? Открыты постоянно балконные двери. Окно в спальне. И пространство кажется большим, потому что ничего не загораживает тебе, никакого просвета. И ты видишь небо, ты видишь улицу. Вот так вот, что хотелось сказать. Чтобы люди поняли, что не надо никого жалеть, таких, как мы. Вот, как мы тут, бедненькие. Не поесть, не попить. Да, вы знаете, все прекрасно. И поесть прекрасно, и попить прекрасно. Ну, а по поводу менталитета, я не буду говорить. У каждого он свой. Каждый общается там, где ему хочется, и с кем хочется. Поэтому все-таки, как ни крути, если говорить именно о тайцах. Это очень добрая, хорошая нация. И я даже не собираюсь ни с кем не сравнивать. А ты что-нибудь скажешь? Я сегодня без микрофона, поэтому молчу. В принципе, очень часто писали под тем видео Татьяны Максимовой, что Ольга чем-то недовольна. Нет, Ольга всем довольна. Поэтому все хорошо и все сделано правильно. Вот что я скажу. А убеждать кого-то, у каждого свое мнение. На каждый роток не накинешь плату. Да и не стоит накидывать. Поэтому не стоит. заморачиваться, не стоит накидывать. Каждый живет свою жизнь. Да, да, да. И самое главное, никому не надо ничего доказывать. Ну, нравится кому-то жить у речки, но оно действительно этому человеку нравится. Зачем же я ему буду доказывать, что ему плохо на этой речке? Ему виднее. Это первое. Второе. Не нужно этому человеку доказывать мне, что мне плохо здесь у моря ходить. Я в любой момент могу с Ольгой выйти. Мы идем, идем. И... Идем. Идем и жизни радуемся. Нам так хорошо. А вы что, считаете, что жить на Сахалине лучше или на Курилах? Кому лучше, кому хуже. Да, 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 да. Ну, мы говорим за себя. Поэтому. Так что все хорошо. Не стоит оно. Да, все прекрасно. Время летит быстро. Вот это плохо. Да, время летит быстро. Стареем. Я про что? Не то, что стареем. Просто есть мечта, есть желание, есть возможность. Нужно ее осуществлять. Даже если это вдруг что-то пойдет не так. И ничего совершенно страшного. Главное, что вы попробовали. Главное, что вы пожили. И категорично мне надо быть. Всегда могут поменяться взгляды, мнения. И ничего страшного. Это нормально. Это жизнь вообще-то. Но на данный момент менять нам нечего. Так что продолжаем жить. Ну, наверное, на этом мы и закончим. Ну, а там стройку еще покажем? Да, покажем, где эта реконструкция. Мы уже дошли почти до ночного рынка. Вот перед нами Капакабана кусочек виден. Так что те, кто едут в июле там или когда отдыхать, смотрите. А то некоторые задают. А какая погода? Да вы знаете, какая погода? Вчера был дождь. Сегодня солнце и ветер. Какая погода, когда билеты куплены? Вот когда билеты не покупаются и люди выбирают. Это одно. А когда мы вот едем, какая будет погода? Да какая уже разница? Киньте на картах. На картах раскиньте. Они вам скажут. Настраивайтесь на отдых, на позитив и все будет хорошо. А вообще здесь как-то говорить о погоде. Раньше я тоже не мог понять. Все выбегал на балкон и смотрел, не идет ли дождь. А сейчас даже если он идет, то это ни о чем не говорит. Потому что в другом месте, куда ты собрался, его может уже там и не быть. Или пройдет через пять минут. Поэтому приехали. Да, что вам? Смотрите, отлив какой. Люди ходят, гуляют, фотографируются. Кто купается, кто не купается. Смена обстановки. Что еще надо? Фрукты дешевые. Продукты нормальные. Что там? Вот тут. А тут все фотографируется. Но сейчас что-то мало народу. Туда шли, тут их было немеряное количество. Сегодня воскресенье, по-моему, да? Так, ладно, пока камеру выключу, потом включим. Второй участок реконструкции Джантьена. Как вы видите, район Сибрис. Прямо здесь вот начинается. И идет туда далеко-далеко до Нао. Так, ну, народ купается, конечно, но на пляж-то можно выходить. Вот так оно выглядит здесь. Обходят просто. Джантьен Вичконда видим. Ну, и народ вот тут отдыхает, купается. Несмотря на то, что отлив. Ну, кстати, волна не очень сильная. Единственное, конечно, море грязноватое. Тут, что скажешь. Торговцы, пожалуйста. Все на месте. Все есть. Ну, ладно, на этом будем заканчивать. До новых встреч. По скриптуму не два участка идет ремонт, а три участка. Третий участок заканчивается, вот, видите, район Сариты. А второй участок небольшой, но и расстояние между вторым и третьим участком, где идет ремонт, тоже небольшой. Так что, в принципе, весь Жанкиен перерыт. Часть уже сделали, там они открыли, но немного. «Ща корра». «Горрец». Продолжение следует...